Итак, ребята, всех приветствую. Продолжаем наше прохождение. Итак, пока я тут, собственно, бежал на место, где мы в прошлый раз остановились, я нашёл тут холмик, который мы до этого не находили и не раскопали. Давайте сейчас его копнём по-быстрому. Находится прямо возле этой таверны с кораблём. Вот, тут на самом деле особо ничего интересного. Вот, так что идём дальше. Вообще, я ещё вспомнил, что мы не сделали квест со Старионом, мы прям вот как-то так его очень аккуратно обошли, поэтому предлагаю вернуться к нему, а вот это вот всё доисследовать уже попозже. Вот. Что за искристая радость, хроматическая гамма. А, это магазин. Я что-то не сразу выкупил. Думал, где это я был, что это такое. Вот. Ладно. Ладно. Пойдёмте сюда. Отсюда поближе просто. Я вообще там ещё несколько сирий назад туда собирался сходить, но вот абсолютно из головы вылетело. Давайте, дуйте туда. Так. Всё верно, это по квесту Астариона. Я могу проникнуть внутрь, вряд ли охрана слишком внимательна. Может оставим кого-то... Вряд ли охрана слишком внимательна, может оставили кого-то из зачарованных невинных душ. Ну вот, сейчас мы это и выясним. Потому что до этого-то мы сами туда ходили, а с Астарионом тут, наверное, немножко в другом должно всё быть. Это дворец Касадор-Азара. Вход запрещен. Уходи сейчас же. Слова Сражницы звучат ясно и отчётливо, но в них не чувствуется ни мысли, ни устремления, а её глаза совершенно пусты. Судя по всему, она из тех зачарованных невольников, о которых упоминал Астарион. А где сам Астарион? А может мне просто Астарионом сюда вперёд влезть? Хотя, ладно, я уж готов пожертвовать некоторой частью контента. Ммм... Ммм... Разумеется, желание хозяина закон. Я сказал, что пришёл проверять безопасность. Входи без колебаний и по собственной воле. Ага... Ты что-то, что ты думаешь. Я не могу не пить. Ааа! Точно! Я же не пил... Прям подождите, пил. Заглаз с животными. Ааа! Я не за того говорю. Если что-то на моем мере... Слышим и упорядок в кучу! Делайте! Ни кто-то, не кусает. Никого! Никаких, кто-то кушает. В глубине дворца столько голодных ртов. Голодные мальчики там. Угу. Ещё что-нибудь скажешь? Здесь безопасно, здесь светло. А твой друг что-нибудь скажет? О, ещё гости, да-да. Больше вкусных костей, больше сладкой плоти. Иногда гости порой сами начинают кусаться. Вот ещё, вон, сколько их. Ты, ты из этих? Из клыкастых? Что ещё за клыкастые? Большие, волосатые, зубастые, злобные. Очень. Не подходи. Стой. А, это всего лишь ты. А эти ещё чуть мне скажут. Добро пожаловать, гости. Мир вам. Без сейф. А какие на них состояние наложено? Выражение. Входи смело, тебе рады. Входи без страха и несите толику счастья. А ты чё скажешь? Сегодня священная ночь, мы все счастливы быть здесь. Мы все блаженны, быть здесь. Очередной блаженный. О, у тебя не заметил. А, я с тобой говорил уже. Время почти пришло, понятно. О, ещё посетитель. Надолго. Другие остались надолго. А другие... Хм. Какие другие? Кто эти посетители? Гости пришли на пирушку, но никто не выходил. Не знаю, что с ними стряслось и знать не желаю. Но ты вроде им не читал. Думаю, с тобой всё будет в порядке. Хм. Посмотрим, посмотрим, будет ли со мной всё в порядке. Что-нибудь ещё добавишь? Заходят многие, не выходит никто. Ну, надеюсь, прервать эту череду невыходов. Может, получится. Опа. А мне туда надо. В теории должен допрыгнуть. Да, прям. давайте сюда странно что я не обшумнала тут сундук хотя проход у меня туда был может и заметил конечно ну ладно давайте назад в колокол не можно ну ладно давай дуй туда раз не получается по-человечески и и и так соединяемся соединяемся отлично этикет для слух дворца так давать ключ возьмем запомните эти правила наизусть исследуйте им неукоснительно выполняйте свою работу бесшумно молчите пока к вам не обращается хозяин любит тишину если у вас нет работы найдите чем себе занятили сделайте вид хозяин любит усердие при встрече с хозяином замрите и почитательно опустите взгляд хозяин любит уважение не свистеть в коллекцию в центре бесплотных пепельно-серых пустошей плана мертвых стоит град осужденных с хрустальным шпилем который возвышается над улицами и потоком душ да мы это читали это благочестивые праведники которые явились за приговором правителей плана мертвых их лица должны полны надежды или печали подошвы сапог вязнут в грязи погибели но для тех кто не искал покровительство богов жизни остается только стена стена воздвигнутая миркулом владыкой костей дабы не позволить обрести покой тем кто не закалялся в твердости веры взгляните же как отчаявшиеся вгрызаются в нее царапают как ломают об нее зубы и когти когда как разбиваются черепа как миркул наслаждается своим мелочными как миркул наслаждается своими мелочными пытками у меня в итоге два этикета да ладно дорожный сундук скажи астариона чего можно ожидать от вампирского логова ожидай вампиров не ошибешься вот ты шутник тебе место на сцене залитой кровью и рядом чтобы был мужик в капюшоне и с топором главное чтобы публика была что ж до вампирских притонов могу посоветовать тебе зажать нос многих тошнит от запаха крови они могут быть очень... органиками ну вот отсюда кстати можно даже посмотреть где мы еще не были ох там еще какой-то замок там еще что-то ну короче там вообще мест где мы еще тут не были какое-то подозрительное гостеприимство то есть в башенку не войти а жаль тут туда тоже наверно не попасть ну да там не видно никаких мест чтобы походить ну пока слишком по-вампирски все так список виктории тут 17 картин ну иногда некоторые из них это одна и та же картина хотя потом они снова разные тут 17 канделябров иногда я их зажигаю но свечи не сгорают тут 17 стульев и это почти через чур пап говорит что если я выйду в больную залу меня 17 раз укусят 17 крыс ой так мы вошли в дворец кассадора теперь надо поискать подсказки какие подсказки так и белокурый эльф у нас мы проникли во дворец теперь осталось искать хозяина так хозяин или подсказки вы уж определитесь ой привет хозяин чистый его дворец должен быть чистым ни пятен ни грязи ни порчи чистота я скребу для хозяина видишь скажи хозяину я для него скребу всегда всегда благослови нас, мастер может быть, что я чувствую для тебя вот мы давай чтоб тебе тут не скучно стоять я тебе свет зажгу так две сестры одна из которых жива и стала балериной а вторая была убита в колыбели танцуют вместе в обрамлении зловещих дымчато-красных-оранжевых цветов блин круто на все такое тут есть объяснение ну подождите вот тут тоже картины были что что он говорит хочешь присоединиться к триумфу хозяина боюсь что теперь уже поздно тебе придется господин астарион что вы тут делаете почему вы не в подземелье ну я очевидно как раз спускаюсь так что если ты будешь так добро показать нам куда идти но вы уже опоздали двери запечатаны ритуал вот-вот начнется так отвори двери и впусти нас уже поздно Гоуди запечатал двери и не откроет пока ритуал не завершится а кассадора дал ключи Гоуди и где этот старый занюханный садист какая разница вы уже опоздали да хозяин будет так зол на вас за то что вы попросили ритуал он делает с вами что-то ужасное поистине ужасное я не могу больше терять время мне столько нужно сделать столько подготовить так много приготовить а я с ней говорил второй раз еще забыл да все еще скребет портрет эльфийского поэта это мы вроде тоже видели на картине изображен мастер сонетов и пиеса честолюбие сверхъестественных противоречий с естеством природы алочности любви и шевелящихся кустах на этой картине кореллон изображен не как прекрасный златовлас эльфийский бог а в обличии темноволосой эльфийской богини ее грациозное тело выглядит особенно изящным на фоне бордового муслина так вот еще какая большая красивая картина странная красивая и ужасная картина но что именно но что именно она обвиняет а тут нет картин нету причем точно такая же картина висит еще и здесь а называется обвинение вот он еще здесь изображен знаменитый эльфийский поэт который читает первую рецензию на свою театральную постановку свинух о колеблющемся о колеблющемся мужчине который никак не может собраться со своими тупыми мыслями и тупо убить своего тупого злобного дядю так сказано в рецензии аристократка в окружениях портрет аристократа элигия осин среди златокудрых осин а осины да деревья пригревшись в лучах теплого осеннего солнца притаилась чучела наполовину ушедшая под землю и покрытая мхом эта аристократка облачена в одежды с огромным кружевным воротником выглядит так словно внимательно вас слушает или готова вот-вот выдать некий секрет на картине сделанном после смерти аристократа яростное величие уступило место трупному окоченению ой дверь покрыта затейливыми письменами но не видно ни места куда можно было бы вставить ключ только маленькая круглая впадина с гравировкой в виде фамильного герба так попытаться расшифровать текст на двери двадцать пять охренеть да я не выкину столько только если с абсолютным шансом ну нет да не никак тут бессмысленно текст для тебя не читабелен ты даже буквы не можешь распознать такие надписи разбросаны по всему дворцу какой-то старинный возможно мертвый язык кассадора нам было бы строго запыли нам было строго запрещено его изучать но расследование там не хватит на 15 офигеть выемка на вид подходит по форме и размеру для кольца печатки с фамильным гербом так ну наверное гейл сможет здесь пройти проверку ага невозможно вскрыть но попробовать надо вон у него там как раз куча всяких бафов восемь то есть девять минимум есть мне пятнадцать надо выбросить офигеть с первого раза он написан на древне закурском наречии редкий вариант исчезнувшего уже языка такие надписи здесь повсюду ага ты можешь уловить достаточно чтобы понять перед тобой заклинания но подробности от тебя ускользают ты понимаешь что чего-то не хватает в надписи упоминается семейная печать нет все понятно вот а свист и это это что покое камергера опять это картина обвинения но вот такую я не видел еще на этой картине крыл он а да повторяются эх Некромантическая энергия. Лучше держаться подальше. Женщина суетится, сверлит все вокруг напряженным взглядом. Это выглядит почти нездорово. Все должно быть как надо. Для нового хозяина все должно быть идеально. Столько дел, столько дел. Понимаю. Осторожно, это один из самых дешевых фокусов Кассадора. Иллюзорная стена. А за ней писарня, зловещая клетушка, куда он нашвырял, когда был недоволен. Художник явно преувеличивал длину ушей их кончиков, словно бледные ножи. Росчирком прорезают холст. Одеяния этого величиного мужа прекрасны, сдержаны и явным образом указывают на материальное благосостояние эльфа. Мордокс Силанмир. Возможно, кто-то из предков Кассадора. Ладно, давайте вернемся в начало. Там была комната какая-то. И последовательно будем их все, конечно, смотреть. Так, сохранимся. Ой, что за статуя? На нее нажать нельзя? Можно. Мордокс Силанмир. Возможно, кто-то из предков Кассадора. Ух ты, сцена с Ибиксом и Розой. Прекрасный будто сияющий цветок и череп животного. Слушайте, да, это немного мрачное и мерзко, но одновременно красиво. Понятно? Ладно, пошел. Личная комната Камергера. Кабинет Камергера. Ну, давайте в кабинет зайдем. Там найдем ключ от личной комнаты. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Легче легкого. Элегантное платье. Что там написано? Платье из легкой ткани, уложенное изящными складками. Подходит больше для интимных вечеров, чем для битв. Ну-ка, померяй. О-а-а-а-а-а. О-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Охуеть. Оставляем. И очень идет. Это кровь? Нет, никогда. Надо продолжаться. Так, дверь больного зала. А, больного зала. Больного. Ага. Камергер Тюфе. Казакурский словарь, с помощью которого мы учили новых слуг о вращении с больной залой, пропал. А одного лишь моего кольца опечатки для этого будет недостаточно. Пусть слуги разберутся. Это вообще не должно быть моей проблемой. Гоуди. Внизу переписка другим почерком. Гоуди, мы со слугами заняты подготовкой к хозяйственному торжеству. Так что, выползли из псарни и обыщи все покои на этаже, где живут вампирские отродья. Да, поживее. Найди эту книгу. Че, у меня там какая-то книга? Уже есть? Да, вот есть такая Королева Главарей. Читали мы. Уже это дело. Так, сохранимся и попробуем этот таинственный эликсир. А, это заклинание? Имитация смерти. Ауру защиты, обнаружение мысли потерял. В общем, фальшивую смерть я сотворил. Нафига, но мне не надо еще и там эти терять. Всякие свои бафы. Так, таинственный эликсир и пока не пьем. Давайте сюда. Смотрите, что вы. Мой дорогой Дюфе, ну-ка, прочесть. Мой милый Дюфе, ты столько раз обещал мне, что в загробный мир мы отправимся вместе, а сам взял и ушел без меня. Или не ушел? Я нашла твое тело и пустой флакон. Ты выпил зелье, но что это, яд или что-то другое? Здесь еще два таких же флакона. Я выпью один из них и присоединюсь к тебе. Так или иначе, я люблю тебя навсегда. Что бы ни прикончил этого оборотня, он сжег его изнутри. Глотка и внутренность твари практически разжижились. Он, наверное, нельзя оживить. А, труп слишком поврежден. Глотка и внутренность твари. Угу, гроб из розового дерева. Давайте сохранимся. Прежде чем тут всякие гробы открывать. О, угу. Камергер Дюфе там лежит. Нет трапс, пожалуйста. Что ты увидел, что ты увидел. А, капец ты внимательный. Дневник Антуана Дюфе, камергера дворца Кассадора. Последняя страница дневника гласит. Мне известно достаточно об этом ритуале, который намерен провести хозяин. И я наотрез отказываюсь выступать заменой этого пропавшего прошивца Астериона. Даже если Кассадор отыщет мое тело, гостяной плащ продал мне снадобье, которое должно создать убедительную иллюзию смерти. Тем более, что я оставлю на самом видном месте пузырек с ядом на основе кислоты. Единственное, о ком я жалею, это моя драгоценная Луриана. Но я никому не могу доверять. Ведь второго шанса на побег у меня не будет. Когда действие снадобье закончится, Кассадор либо вознесется, ему вновь понадобятся мои услуги, либо его не станет, а дворец будет прям бежать к мне. А, так он. Он там в состоянии фальшивой смерти. Он говнюк. Это что такое? Банковский пропуск мне уже не нужен. Кварта Суна. Вроде у нас есть такая. Угу. Так, давайте этого товарища... Ага, вот пустой флакон. Еще понятно. Понятно. Труб слишком поврежден. Да ты чёрт, скотина. А, ну да, его тоже там всего разъело. Так, давайте здесь сохранимся. И сходим в ту некромантическую... Некромантическую комнату. Так. Ага. Я чувствую слабость. Тут действительно некромантическая магия. Вытягивание жизни. И чё это? Виктория? Виктория. Я готова. А ты сможешь снять с него проклятие? И все, что уничтожено. А, спальня. Ни разу не спал. Ни разу там не спал. Туда я приводил наших гостей. Развлекал их там. Пока не появился Кассадор и не забирал их с собой. Но здесь никто не погиб. С той девочкой действительно произошло нечто странное. Сейчас мы её поднимем, посмотрим. О, хераси, это чё такое? Адский пейзаж. На картине грубыми мазками в тёмных красках изображено падение Элтуриэля в ад. Тёмные крылья Зориэль заслоняют с собой свет спутника. Это мы видели. Это увидели, это увидели. Ну да. Виктория, не забудь прочитать книгу по древнему языку. Тебе нужно выучить некоторые слова, чтобы свободно передвигаться по дворцу. Отец. Кто ты? Виктория. Сирота. Орфан. Угу, сирота это орфан. Как ты здесь очутилась? Тётенька обещала мне еду. Кров. И перевелась сюда. Угу. Какая тётенька? Ты знаешь, как её зовут? Долирия. Что случилось, когда вы оказались здесь? Она схватила меня. Била. Повсюду кровь. Повсюду кровь. Тётенька убила тебя? Она пыталась, но не могла пить. Рвало и тошнило. Тогда явилось чудовище. Повсюду кровь и гагган. Тогда монстры появился. Фуренос. Она пыталась ослушаться, но... Выпивать мыслящих... Не выпивать мыслящих существ. Он выволок её прочь. О, Уэйнс. Ты не можешь спросить больше вопросов. Угу, ничего себе. Наверное, этих имелось в виду. Мозговых слизней этих. Угу. Так, козыковский слава. 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 Шлем твёрдости. У нас вроде есть такой. Если у владельца остаётся 50%. Да, да, да. Один в один у нас такой же есть. Джохеря его, по-моему, носит, если не ошибаюсь. Так, ну погнали. Дневник Долирии. До того, как стать Долирией, вампирским отродьем и рабыней Кассадора, Кассадора Зара, я была доктором Долирией, старшим лекарем парламента врат Балдура. Мне плевать, что я отродьем, я остаюсь доктором Долирией и статуса ниже я не приму. Иные говорят, что вампиризм это проклятие, но, по моему профессиональному мнению, это болезнь, и поэтому она должна поддаваться лечению. Я полагаю, что переливание больших объёмов свежей молодой крови поможет убедить вампирскую инфекцию и позволит моему телу исцелиться. Здесь есть один потенциальный источник такой крови, Виктория. Пока ещё чистокровная девочка Леона Ануфрио. До того, как стать рабом вампира, Леон был чародеем. Он предупредил нас, чтобы мы не вздумали охотиться на Викторию. Сказал, что наложил на неё контрпроклятие на случай нападения. Так сказать, превратил в живую некритическую ловушку. Я думаю, что Леон блефует. Ну, понятно, её убили, и она вот начала тут проклятие распространять вот это. Тут у нас что? Это книга-слова древнего казакурского языка из далёкой страны Каратур. Листая страницы, ты замечаешь, что некоторые слова и фразы подчёркнуты. Открыть, войти осторожно, запрещено и заперто. Это казакурский. Это символы те же, что на двери. Теперь мы их знаем отлично. Надеюсь, книгу можно было отправить на базу. И она мне больше не пригодится. Ух ты. Как туда попасть? Ну, этот самый Гоуди. Он почему-то скелет. Я знаю, что ты здесь, Гоуди. Хватит прятаться по углам. Покажись. А ты всегда был сообразительный, малец. Даже слишком. Ты даже не представляешь, каких усилий мне стоило не стереть твои гнилые кости в порошок в сей же момент. Но не сердись на Гоуди, мальчик. Я только делал свою работу, держал тебя в строгости. Ты пытал нас днями напролет. О да, и ты пел мне за это сладко-сладко. Из всех детей твои крики всегда были самыми пронзительными. Но ты все-таки вернулся, и не с пустыми руками, да? Привел нового дружочка для Гоуди? Кассадор заплатил мне, чтобы я нашел Астриона. Вот он. Ну, давайте его все-таки напугаем. Тронешь меня, сломаю руку тебе, скелет. Как грубо. Невоспитанный дружочек. Угу. Ты знаете, так зачем же ты здесь, малец, если не ради дядюшки Гоуди? Мы пришли к хозяину, но дверь в больный зал заперта. Дай нам ключ. Нет, нет, вы опоздали. Дверь заперта, потому что так приказал хозяин. Гоуди не топрет их, тем более ради ушлепка вроде тебя. Охуеть. А как тебе такой вариант? Я переломаю тебе все кости одну за одной. Мне прям нравится его запугивать. Стой, Гоуди знает, где ключ. Гоуди отдаст его тебе. Гоуди может дать его тебе. На, держи. Возьми его и не донимай больше Гоуди. И передай хозяину, что я нашел Астариона. Угу, ты нашел, да? Скелет Гоуди дал нам перстень с печаткой, который поможет открыть дверь бального зала. Мы нашли словарь того самого... Мы нашли словарь казакурского языка того самого, о, надпись, на котором видна на запечатанной двери бального зала. Ага. А в Белокурого эльфа ничего не записывается пока. Ясно. Сегодня мы увидим его настоящую форму. Топ-топ, дурачё, не заставляйте хозяина ждать. Хе-хе-хе-хе. Я должен быть виноват. 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 Здесь отроди оставались, когда не заслуживали ни кнута, ни пряника. Одну Джосо и одного Оутона. И теперь все три семейства на стороже. Берегитесь. Дневник еще один. Ха-ха. Подложить чеснок Йоусуну в постель это была отличная идея. Как же он чесался? А все потому что нечего быть таким нытиком. Теперь бы еще добраться до этого сноба Леона и его дочки. Но она под защитой. И у Кассадора на крошку Викторию наверняка свои планы. Интересно какие. Вдро с углем. Зачем? Это ведро остается черным изнутри, как бы его не старались оттереть. Ой, че я подобрал? Журнал любимого отродья. Отродья фаворита. Лучшие загонщики дичи для Кассадора. Кому дозволено пребывать в этой особой опочивальне? С начала года. Леон, Леон, Вайолет, Леон, Леон, Леон. Ох, наряд еще такой. Дневник Леона. Дневник Леона Ануфрио. Последняя страница. С тех самых пор, как хозяин меня обратил и вынудил привезти во дворец Викторию, я должен был оставаться его лучшим охотником, чтобы меня не разлучили с дочерью и не отдали ее другим отродьям. Мне не нравится, как смотрит на нее Вайолет. Совсем не нравится. Когда я спрашиваю хозяина, что он намерен делать с Викторией, Кассадор лишь усмехается недобро. В следующий раз, когда я пойду на охоту, надо будет заглянуть к Фигару и забрать наряд, в котором она сможет сбежать неузнанной. Только бы хватило времени до этого ритуала, о котором вечно твердит хозяин. О, так это его дочь была. Вот он и че. О, еще одни наряды. Да почему она столько проверок проходит, я понять не могу. Ну ладно, отсюда можно уходить, а здесь мы закончили. Ну, вроде бы закончили. Так, где я? Вот он я. Идем сюда. Подходим к двери. Сделаем тут контрольное сохранение. Ну, вот это перепишем просто. Дверь остается... Смотри ближе, сэр. Ты видишь книжку. Присмотревшись, ты узнаешь эту вязь. Какой-то казуарский шрифт, как и в найденном словаре. Да, да, да. Только почему-то у меня Гейл входит. Я сейчас уверну его. Вот, магический вид. Все, супер. Ты еще раздражаешь? Возвращаясь к двери. Смотри ближе, ты видишь книжку. Дверь остается запечатанной. Невозможно рассмотреть ничего, кроме странной вязи и маленькой выемки. Приложить перстень с гербом Заров к впадине и прочесть вслух надпись над дверью. Кольцо идеально подходит к скважине, и дверь распахивается. Время подниматься. Ты тут нельзя быть. Никто не войдет и никто не выйдет. Ты новенький. Раньше Кассидор никогда не держал стражевых псов. Беглая отродьяк. Ты ведь пропитан запахом хозяина. Ты пугаешься от Мастер-сентра. Пойдем с нами. Пойдем к хозяину. Простите, я не принимаю в собственном доме приказов от каких-то залетных дворняжек. Мы отведем тебя к нему. Он нас наградит. Ага. Вот она чего боялась. Сверху волк был. Так. Ну, в принципе... Так, эликсир героизма. Я думаю, надо ли мне как-то получше подготовиться к этому бою. Давайте, да, попробуем еще что-нибудь попить за кадром. Ну, погнали. Что-то у меня, конечно, зелий для оружия маловато как-то осталось. Ну, ладно. Наделаем еще. О, и этот за них еще. Ничего себе. Не крысы за них. Ё-моё. Так, следующее, ты ходишь. Тогда я лучше атакую тебя. Ну, такое. Кстати, я за него выпил эликсир колоса. Ты еще спрашиваешь, despite everything. Да, до этой мышки промчаться, атаковать волка. Отлично, вообще. Готов. Охренеть. Скотина, а. Ну, вот козлина, конечно. Да, ебтвою, налево, а. Не понял. Надо было попытаться его оттолкнуть, что-то я тупанул. Ну, ладно. Не посмотрел, куда ему нужно отойти для этой атаки. О, еще. А, я думал, ребенка очередного завалили, а это какой-то полурослик. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну, этих-то я быстро смету одним ударом. Еще там слуги подсасываются. Думаю, самое время для призрачных стражей. Да, отлично. Да, отлично. Улетела мышь. У них не очень много здоровья. Не буду на них такие сильные заклинания тратить. В этого два раза, а в эту почему-то не стрельнул. Ну, ладно. Ох, конечно бы да, вас так швырнуть милое бы дело. Ну, ладно. Подпишись! Будь быстрее! Ах, я даже не могу поднимать мою дышу! Если не закончится... Я не могу разбирать. Учитывая, сколько их тут сжёг вообще заживо. Какой-то ключ хрен знает для чего. Сохранимся. Кто ты? Стерлак, старший клерк в счётной палате. Угу. И что клерк тут делал? Весёлая вечеринка, выпивали, болтали. Болтали о чём? О работе, о счётной палате. Кто чем заведует? Хотел знать, как начальство зовут. Родственники, скандалы, секреты. Кто тебя убил? Волки явились, когда хозяин ушёл. Загрызли нас. Кто ещё тут был? Политики, мелкая знать, офицеры, кулака. Много кого. Давайте ещё его помучим. Так, кто ещё тут был? Угу. Что ему нужно было от публики? Информация. Задавал так много вопросов. Силовые структуры в городе, слабые места. Кого ему нужно взять под контроль. Кого ему нужно взять под контроль. Угу. Понятно. Так, кто тебя убил? Откуда ушёл хозяин? Западная дверь. Забрал с собой самых красивых. Больше не видел. Никто не видел опять. Их... Задавал. Понятно. А кто он такой, нам в целом плевать. Блин, до чего же молодцы. Прям каждому на неписи продумали имя. Кто, чего, зачем. Прям приятно. Давайте посмотрим, что это делает. И тут дверь какая-то. А, это не дверь. Ни разу эти чучела не убивал. Прям интересно, что будет. Просто разломали. Ну, ладно, сойдёт. Итак, я снова дома. Кассадор притаился где-то внизу, в осквернённой часовине, про которую говорили о Тродье. Нам остаётся только найти вход. И тогда он мой. И каково это вернуться сюда? Весьма странно проникать без приглашения в собственный дом. Особенно замышляю убийство. С другой стороны, мы с тобой занимались вещами и более странными. Хотя, возможно, это странное занятие окажется самым приятным. Слуги тоже зачарованы, как стража в башне? О, нет, куда хуже. Они фанатики. Они тут по своей воле и безумно преданы Кассадору. Каждый из них явился сам к его двери и умолял о вечном даре. Уверены, что за такую службу он их обязательно наградит. Мне почти жаль несчастных слепых глупцов. Но они сами выбрали свою судьбу, так что... Нет, всё-таки не жаль. Так, какой у нас план? Если мои милые собратья не брали, Кассадор прячется где-то в подземелье. Живя здесь столько лет, я бы заметил тайные проходы, если они тут есть. Единственное место, куда меня не допускали, это в его кабинет. И проход к любому секретному убежищу может начинаться только там. Войти надо через бальный зал. Ты уверен, что хочешь идти дальше? Тебе не обязательно встречаться с ним лицом к лицу. Я совершенно ни в чём не уверен. Но если я не смогу сейчас, то уже не смогу никогда. Справедливо. Тогда мне надо до конца дней придётся бегать и оглядываться на тени, и дрожать, и ждать беды. Нет, я должен идти вперёд. Теперь или никогда. А ещё меня интересует такая мелочь, как всё то могущество, которое я могу забрать у этого ублюдка. Так что да, было бы неплохо. Так, а другие чё скажут? Хорошо. Я просто... Как могу я помочь? Надень своё лучшее платье. Типа, идти по тавернам Брат Баудра мы точно читали. Ноты всякие... Ноты всякие... Ноты всякие... В дюйте генерала Сандра. Смерть, похоронное, чествование в трёх частях. В коллекцию наших нот. Куда-то наверх можно подняться. Ага. Понятно. Ну, если мы пойдём через верх, то мы сможем зайти сюда. Ну, тут у нас ещё... Тут какой-то кабинет. И чё-то ещё. Ну, давайте туда сначала сходим. Может, окажется, что там... Ничего нету. А, нет. Вот постамент, который нас вниз может увести. Или там наверх, не знаю. Но, в общем, нам сюда по-хорошему. Поэтому будем действовать от обратного. По всей видимости, это рабочая тетрадь, которую некий камергер Дюфе использовал для планирования приёмов у Гассадора в больном зале особняка. Функции разделены на две категории. Для приглашённых и для названных гостей. Незваных гостей. И развлечения для последней категории значительно более зловещие, чем для первой. Ниже сделана рукописная пометка. Хозяин приказал устроить особый приём. Последний пир, как он сказал. Это станет моим новым великим испытанием. Но я к нему готов. И уверен, что приглашённые и незваные гости будут в восторге от участия. Вообще странно, он же вампир. Почему у него серебряный стакан здесь, например? Они же не могут, ну, типа, серебра касаться их там серебряными пулями убивая тут это вот всё. Типа, почему серебряная у него посуда-то? Ну, хотя, может, типа, в разрезе этого мира они, типа, могут там с серебром взаимодействовать. Но тоже, опять же, странно. Может, я что-то не понимаю. Так, тут сохранимся. Угу. И всё? У неё даже ничего нету. Ну, кнопку нашли. Так, что мы там за книги-то подобрали? Алтуриак 1477. Алтуриак 1477. До 13 лет я не знала, что дядюшка государ вампир. Хуже того, что вся моя семья вампиры, и это длится уже много поколений. Меня растили преданные слуги в поместье Зарв за городом близ Ангавлет. Я почти не бывала в фамильном дворце во вратах Балдура. А когда наведывалась туда, я всегда с нетерпением ждала возвращения на природу. В городском дворце, оседлавшем стену, что разделяет нижний и верхний город, было промозгло и жутковато. Вторая книга какая у нас там? Мм, опять этот набалдашник. Так, торсах. 1477. Когда мне исполнилось 13 лет, я получила приглашение в городской дворец от дядюшки Кассадора. Старый дроссель запряг лучше наш экипаж и довез меня до врат черного дракона. А оттуда носильщики доставили меня в Портшезе через весь верхний город, во дворец Заров. Камергер провел меня в бальную залу, где мне до сих пор ни разу не доводилось бывать. Понятно, зачем меня туда привели. Видимо, посветить вампиры. одни золотой мне дали. Продолжение следует... Ржавый тяжелый арбалет, чеснок... Но я уж не буду все это собирать. Найс, зачем? Еще выше можно залезть. Две монеты дайте. Ну давайте и наверх туда слазим. М-м-м. М-м. 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 177. Прочесть. Я не устояла. Отныне я вампир. Я проклятый. Я презираю имя Заров и отрекаюсь от него. Теперь я по собственной воле запусть на чердаке и буду писать свои маленькие истории. Я леди инкогнито. Аммониты больше нет. Ключ от темницы Кассадора. Ого. Бенч. Всего вот в такой куче 200 монет было. Ну. Блин, а что она закрывается-то? Надо еще успеть выбежать, типа, блин. Ну, то есть под этими ящиками люка как будто бы нет, да? Ну, по крайней мере, ничего похожего не вижу. Хорошо. Во, как сюда попасть? Так, ну лестнице сюда не ведет никакой. Попробуем по-другому. Сейчас я добегу туда, назад. Буду нажимать кнопки и смотреть, откроется ли тут. Не открылось. Мне опять не открылось. Как сюда попасть-то мне? При том, что мне как бы показывают, что здесь что-то есть. Интересно. Ах, как я далеко сохранялся-то. Ну придется своими двумя возвращаться. Ясно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да и тут я тоже никаких кнопок ничего не вижу. Ну ладно. Под ногами оказывается чистая металлическая платформа, роскошный, но очень устаревший подъемник. Возраст платформы выдает потертости и царапины за много лет, на нее много чего вы втаскивали, но, судя по всему, она отлично работает. Какого рожна? Я даже не знал, что здесь такое есть. Тут всегда были личные покои Кассадора, кроме него сюда никто не заходил. Ну, его и тех несчастных, кого мы приводили ему на обед. Ну, давайте спустимся. Отлично. Что у нас тут двери? Тут что-то странное. Ну, давайте к самым красивым дверям сходим, посмотрим, что это такое. Какого рожна? Я даже не знал, что здесь такое есть. Собственно, это просто. Как и у той двери наверху, что вела в больный зал, у этой двери нет замочной скважины, зато есть место, куда можно приложить сердце-опечатку. Так, пока не будем это делать. Нам еще есть тут куда сходить. Давайте сюда. О, тут ничего себе. Клиппорт даже есть. Чего он не активировался? Ну, мы его, конечно, активировали, но воспользоваться все равно им не можем. Ну, и на уровень ниже что-то есть. Клиппорт даже есть. Я слышу, что там кто-то болтает детским голосом. Как будто бы мне, наверное, сюда пока не надо. Может, обратно-то не смогу вернуться? Ммм. Ммм. О, а не эта ли дверь меня приведет в ту комнату, которую я видел сверху? Ух, он хороший. А, это тоже же ингредиент. А, это тоже ингредиент. Не знаю, есть ли в этом вообще какой-то сакральный смысл, зажигать эти штуки. Ух ты. Это тебе, Дим. Угу. Что? Я потерял обнаружение мыслей? Э-э-э. Из какого... Блин. Блин. Ключ от темницы Кассадора. Ну и куда он меня приведет? Хм, еще и всех привел. О, ничего себе. А что, у меня столько обновлений по квесту? Мы спустились в канализацию. Каменный лор должен быть где-то здесь. Как следует поторговавшим... Это мы знаем. Ну... Ладно. Зато хорошо, что мы всю команду вернули. И мы тут сможем пройти всякие проверки на внимание. А, ну еще мы, кстати, да, можем подняться наверх и спокойно телепортнуться. О, кнопка. Хера себе. Чё она делает? Она наверх поднимает. Вот это да. Так, давайте сюда. Здесь проверка на внимание нужна. Только странно, что это проверка на внимание, а не на выживаемость, как до этого было. Ловушку какую-то увидел где-то. На гроб наложена ловушка. Ну тогда доверю её тебе разминировать. Критический успех. Отлично. Ого. Это интересно. Но это возможно Уиллу тоже стоит отдать. Ну давайте поглядим. Ну она типа получше как будто бы. Однажды в бою на одного воина напал Каз Кроворукий. А, Кроваворукий. Каз был грозным слугой Векны, тёмного лича, и когда клинок бойца перерезал глотку Каза, Пилор без солнца избрал его для праведного изведения всяческой нежити. Угу. Так, тогда надо выбрать, что из этого я хочу поменять на новую саблю. Ммм. Владельцы наносят критический удар и вот этот. С этим оружием в руках вы имеете преимущество при бросках атаки против существ, которые находятся в лёгком или сильном затмении. Ну вот, видимо, от этого ножа я готов избавиться. Если вы наносят критический удар, цель дополнительно получает... Ага. Да. Броски атаки этим оружием имеют преимущество против нежити. Ну, такое, если честно. Не сильно там мне это что-то даёт. Ну, кроме там 5 единиц урона. 6-11, 5-12. Да не, я лучше с двумя этими клинками останусь. Но находка весьма, весьма, признаться, да. Ну-ка, давайте посмотрим, куда нас эта штука может увезти. А уже? А-а-а. Или подождите, не А. А-а-а. А-а-а. Всё-таки А. Хе-хе. А-а-а. О, и она дальше поехала? Ничего себе. Вот этот прикол. Ну да, она меня буквально на один этаж выше подняла. Давай-давай-давай-давай. Шедоу Харт, тоже сюда иди. Ну, вообще не торопиться, конечно, никуда. А-а-а. У нас нет времени, чтобы выжать. Поехали. Моя, типа, остановочка. Бл***, Shadowheart не успела. Не могу раздать сейчас. Угу, все-таки мы все догнали друг друга, что не может не радовать. Давайте-давайте-давайте. Сюда все. Подходит кольцо. Диалоги куда-то пропали, но кольцо, да, подошло. Что у нас тут? Ох, куча-куча всего. Вот тут... Ну, давайте смотреть. Псоветок имен. Вот это медитация. О, взяли чтение мыслей сделаю одно. Сейчас уж у меня отняли этот статус. Компенсирую его. Супер. Так, ну давайте читать. Медитация повелителя вампиров. Дневник Кассадора Зара. В нем Кассадор фиксирует перемещения и действия своих отродий. Особое внимание уделяется Астариону. Каждый приказ, неудача и наказание записываются холодно и расчетливо, и только самые последние записи, кажется, выдают хоть какие-то эмоции. Сегодня ночью Астарион не вернулся с охоты. Гоуди знает. Он приготовит щипцы, когда мальчишка объявится. До сих пор не вернулся. Ничего удивительного. Этот юнец всегда доставлял хлопоты. Но исчезнуть сейчас, когда мы почти готовы, это уже слишком, даже для него. Я отправил выводок на поиски. Они найдут его и приведут домой. И вот тогда он будет у меня кричать. Прошло уже несколько дней, а его все нет. Никакая боль не заставила его собратьев отыскать его. Похоже, врата Балдура поглотили его с костями. Я продолжаю поиски, но за пределами города мои возможности ограничены. Теперь, тем временем, здесь продолжается охота. Сегодня, вернувшись с охоты, Долирия и Петрос поспешили сообщить, что видели его на драконьем перекрестке. Их рассказ был запутанным, но сами они твердо уверены, что все это правда. Астарион, стоящий под лучами солнца. Желающий и способный ослушаться меня. Невероятно. Кажется, его уже нельзя назвать небольшой неприятностью. Он стал обузой, но он будет усмирен. Он вернется домой, займет свое место среди других и выполнит свое предназначение. Это да. Так, свиток имен. Имена. Тысячи имен. Многие фамилии будут знакомы любому Балдруцу, хотя некоторые из тех, что находятся в начале списка, и принадлежат давно исчезнувшим семьям. Этот список имен уходит в века, но продолжается вплоть до наших дней. Вечная жестокость. За грехи душа моя была обращена в чернила и записана на этом пергаменте, где ей будет ползти каракулями в вечность, не зная ни сна, ни покоя, пока ты не дашь ей свободу. Взгляд смертного или размышления свидетеля о кризисе порождения Баала. Вроде читали такое. Печать гильдии на внутренней стороне обложки принадлежит союзу граверов во вратах Балдура. Разумеется, я все помню. В ту минуту, когда девушка вошла в дверь, я сразу почуял неприятности. Мелкая воровка вечно сует свой нос в чужие дела. И этот воспитанник Гориона с ней под ручку. Неудивительно, что в их жилах текла кровь зловного бога. Соревок и его банда всегда первыми приходят на ум. Ты знаешь, что все это началось с небольшой горки железа в Нашкеле. Все думали, что оружие прямо у них в руках развалится от ржавчины. Тогда я думал, что проблема в плохом поставщике. Никогда не подозревал в нем сына Баала. Амнинский наемник. Рассказ на смертном адре. Как ты смеешь называть мне это имя? Моя возлюбленная превратилась в пепел, воюя против этих проклятых ублюдков. Будь проклят, Баал. Будь проклят, Иреникус. И ты тоже будь проклят. Злобный вампир из трущоб от Катлы. Пятеро разрывали тетир на части. Вряд ли кто-то ожидал, что появление новых отродей Баала положит конец войне, которую отроди Баала и начали. С другой стороны, они же пытались поубивать друг друга. Да, туда им и дорога. Надеюсь, что все они до единого смертные. А, надеюсь, что они все до единого стерты с лица Фейруна. Сарадужский торговец. Удалившийся на покой. Мне не нравится обсуждать любые действия с такими, как ты. Если хочешь поспорить, обращайся в морскую башню. Но если честно, кому какая разница, если отроди Баала насыпали соли на хвост. Папашка их, в конце концов, убийца. Десница огненного кулака врат Балдура. Далее еще следует несколько сотен бесед, и большинство из них очень короткие. Болезни крови. Этот дневник написан от руки вампиршей, известной лишь как Леди Инкогнито, в которой она описывает две болезни крови, которые способны причинить вампиру кратковременное неудобство, если он поглотит такую кровь. Основная часть текста представляет собой описание симптомов, диагнозов и красного тромбоза и пароксизма тандала. Леди Инкогнито отвечает, что острое чутье позволяет вампиру распознать зараженную добычу по запаху, прежде чем он ее укусит. Для красного тромбоза характерен пикантный аромат имбиря, а для пароксизма – резкая горчинка. Структура власти во вратах Балдура. В этом дневнике Кассадор записал мысли и опасения по поводу структуры власти во вратах Балдура, а также того, как меняющийся баланс между фракциями влияет на его собственную способность действовать в городе без помех и конкуренции. Последние записи касаются старой проблемы – Девятипалой и гильдии, а также новых опасений по поводу молодого и амбициозного лорда Горташа. Беспокойство Кассадора насчет гильдии связано с стремительным взлетом нового дерзкого преступного главаря, которого называют Каменным Лордом. Вместе с тем, что смещение Девятипалой может означать для преступного мира врат Балдура. Ну а молодой Горташ тем временем выводит на улицу города прототипы своих стальных стражников. Смогут ли они обнаружить и навредить вампирским отродьям Кассадора? Так, гильдия. Тайные властители врат Балдура. Ой. Так, ну-ка, подобрать. Мы ее вроде читали. А, а где читать? Хм. Приветствуем, Рау Алкам. Полагаю, что у вас, как вы говорите, есть все основания гордиться расширением круга вампиров в вашем городе. Конечно, от Катла куда однороднее врат Балдура и у вас значительно меньше проблем со стороны конкурентов и органов правопорядка. Но все же примите мои поздравления в связи с вашим прогрессом. Наслаждайтесь успехом, пока можете, Алкам. Ведь я боюсь, что очень скоро мое положение в вратах Балдура превзойдет все ваши достижения раз и навсегда. Я на пороге давно запланированной трансформации, которая полностью меняет правила игры. Слишком долго я довольствовался ролью простого повелителя вампиров и в большом городе. Когда я могу подняться гораздо, гораздо выше, и я поднимусь. Но это все, что я скажу по этому поводу, юный Алкам. В конце концов, зачем я буду портить вам сюрприз? Касадор, ага. Ну, в общем, эту книгу я прочитать почему-то не могу. Да, никто не может, поэтому давайте ее в лагерь отправим, пусть там лежит. Что за фигня? Так, турмалиновые глубины. Лидия инкогнито, турмалиновые глубины. Никто иная, как старшая вампир Данелла Зар, вновь открыла просторные синие-зеленые залы под вратами Балдора и взяла их под наш контроль. Но какова история этих подземных сооружений, как долго и как далеко она уходит? Даже Данелла Зодчия не знала наверняка, но в своих записных книжках она предположила, что глубины изначально были построены дворфами-изгнанниками из Байрендена, хотя и признала, что не является знатоком дворфийской истории. Несмотря на свою глубину, залы были скорее аванпостом, чем городом, писала Данелла. Однако, если они были возведены над шахтой, что здесь добывали дворфы? Впрочем, автор этих строк куда больше занимает вопрос, каким образом эти заброшенные глубины так долго оставались никому неизвестны в столь большом городе, как врата Балдура. Или же их скрывали некие чары, действие коих в итоге развеялось. Возможно, мы никогда это не узнаем. Понятно. Так, какие-то книжки у меня там, наверное, задвоились, да? Молитва прочтения, господи. Каждый раз нахожу какие-то записки, вообще абсолютно древние. И каждый раз удивляюсь вообще, откуда они у меня. Нет, ничего не задвоилось, ну ладно. Какие-то чертежи у меня еще. Карусесура мне уже давно не надо. Так, и можно еще вот эту штуку потрогать, вот эту черепушку. Ну давайте потрогаем. На подушке покоится череп, сжимающий в зубах свиток. В пустых глазницах черепа что-то тревожно мерцает. Ты ощущаешь странное приглашение посмотреть воспоминания черепа. Он как будто настаивает. Угу. Ну давайте. Воспоминания черепа всплывают и разворачиваются. Этот череп все, что осталось от вампира Велиота. Он обратил к Содору, вручил ему дар, обучил правилам вампирского существования. Так, мудрость. Сосредоточиться на воспоминаниях. Ну давайте сохранимся, прежде чем такую проверку проходить. Еее, с первого раза. Ну, повезло, повезло скорее. Первый урок Велиота. Подавляй властву, никому не позволяй быть равным тебе. Велиот вспоминает, как Кассадор обратился к бывшему другу. Наказание Велиот заставило Кассадора смотреть, как он высасывает его друга до суха. Угу. Сосредоточиться на воспоминаниях. Какой второй урок Велиота? Тоже пятнашку надо выбросить. И снова повезло. Второй урок Велиота. Власть рождается из одиночества. Делиться с другими слабость, а слабые проигрывают и умирают. Велиот вспоминает, как Кассадор взбунтовался против него. Кассадор провел 11 лет посаженным на колу, потому что потерпел неудачу. Угу. Давайте еще один урок. Тоже пятнашку. Опять повезло. Господи. Третий урок Велиота не действовать в торопях. Почти бессмертному торопиться некуда. Время... Время-то планировать и предпринимать наступит лишь тогда, когда заплатят за это другие. Велиот вспоминает, как Кассадор, усвоивший все свои уроки, убил его в ходе обряда идеального убийства. Как они оба смеялись. Велиот вспоминает, как Кассадор сварил его череп, чтобы отпала плоть, а потом в насмешку вставил в зубы Велиоту свой свиток учения. Возьмицы черепа вспыхивают в последний раз, и челюстью расцепляются. Свиток со всеми ритуалами Кассадора твой. Велиотом больше нет. Он все украл, даже свои драгоценные правила. Угу. Свиток черной мессы. Разворачивая свиток, ты видишь список нечестивых обрядов и ритуалов. Здесь подробно описаны все способы обратить смерть себе на пользу, или просто сделать ее куда интереснее. Обряд идеального убийства, литургия мертвых, таинство проклятых, и многие другие чужеродные и нечестивые ритуалы изложены на пергаменте. Последняя запись кажется тебе знакомой. Обряд нечестивого вознесения. О, жалкий мертвец, о, алочный мертвец. Бессмертие твой дар, но тьма твоя тюрьма, а голод тюремщик. Обряд нечестивого вознесения освободит тебя. Выходи на солнце, забудь про голод, обрети могущество больше, чем ты мог себе представить. С владыкой адского пламени заключи договор. Отдай ему 7000 душ, на каждой из которых инфернальная метка. И ты освободишься от окоп. Атаков, ты познаешь истинную силу. Ну-ка, и что там мне записали про это? Мы нашли свиток с описанием ритуала, который собирается провести Кассадор. Он намерен принести в жертву многие тысячи душ, включая и Астариона, чтобы вознестись и обрести невероятное могущество. Ну, это мы и так знали. Ну-ка, давайте еще раз заглянем на подъемнике. Ну, ладно, в целом ничего нового. На самом деле-то я уже заканчивать хотел, потому что достаточно поздно. Так, подсохранимся, а то давно не сохранялись. Ага, меня там какие-то нэпси уже ждут. А, кто-то в клетках сидит. Ой-ёй. А, это, походу, те дети, которых не спасти надо. А вот здесь, наверное, мы уже с самим Кассадором встретимся. Здесь он, наверное, призывает всякой гадости, с которой мы будем там неистово драться. Ты приближаешься к камерам, и из них трачатся изможденные пленники. Вонь размножения преследует тебя по пятам. Тебя тоже раньше тут держали, Астарион? Ну уж нет. Конечно, Кассадор меня не баловал, но... Подобное я вижу впервые. Как они сюда попали? Что Кассадор делает с ними? Я должен был догадаться, что Рафаэл рассказал мне далеко не всё. Я уже забыл про Рафаэла давным-давно. Ты? Я тебя знаю. Ты улыбался, шутил и подливал мне вина. Ты? Нет. Ты мёртв. Ты рассыпал меня комплиментами. Моё имя звучало музыкой на твоём языке. Моё имя звучало как лирик на твоём языке. Себастьян. Ты меня не забыл. Молодой красавчик, застенчивый, нецелованный. Ты никогда не обиделся. Ты мне научил? И тогда ты меня умерла. Это не может быть. Блин. Что там за проверка на внимание? Несмотря на грязь и засохшую кровь, ты видишь, что каждый из тыльников несёт на себе по вырезанной на его плоти руни. Ага. Так, взгляни на символы. У них у всех есть эти шрамы. Значит, Кассадори на них оставил свою метку, сделал их частью своего ритуала? У боги, ведь многих из них я знаю. Это мои любовники. Каждого из них я обольстил, совратил, а потом доставил Кассадора. Он говорил, что выпивает их кровь. Но он превратил их в отродий, всех до последнего, чтобы принести их душу в жертву в своём треклятном ритуале. Сколько? Что? Сколько я уже здесь? Сколько я уже здесь был? Сто и ещё семьдесят лет. Ты был одним из моих первых. Моя семья. Мои друзья. их всех больше нет и отнял их у меня ты отнял все что у меня было мы освободим тебя освободите мы никогда не будем свободны пока живой это чудовище для того мы и пришли уничтожить кассадора ничего не выйдет это невозможно где ключ от твоей камеры его посох он управляет всем здесь но он никогда с ним не расстается тебе его не достать где он сейчас в большом зале впереди но даже если ты убьешь его что потом что сами будет дальше а ты сам чего хочешь я не знаю просто не хочу тут сдохнуть прошу тебя решай что хочешь только давай быстрее я больше не могу ждать мы вернемся даю тебе слово эй ты подойди-ка поближе боги не может быть так это ты я так и знала я убью тебя как только я отсюда выберусь я убью тебя вы дети из лагеря охотников на монстров лагерь охотников на монстров лагерь гуртсов о боги да это же лагерь моих родителей честно соберись не давай волю этому зверь внутри тебя ты обещала да все твоя вина ты сделал это с нами а он тебе ничего не сказал это же он и похитил нас ой-ой случайно из-за него мы превратились в отродий я убью тебя раз уж зашел разговор наверное правда было такое и не надо меня на меня так смотреть мне кассадор приказал правда тогда все было не так как обычно я не заманивал их а забирал силой я правда совершенно них забыл когда я отдавал их ему я не ощущал никаких эмоций если мы расправимся с кассадором они обретут свободу хорошими шансами да но какой во всем этом смысл они же совершенно дикие кровожадные твари они будут кидаться на всех живых без разбору все эти жизни были разрушены из-за меня давным-давно пикасов мы мы дали слово их родителям что спасем их родителей вы видели моих родителей они ищут тебя я по ним скучаю но мне так кажется а может это просто голод я не знаю никак не разберу уходи оставь нас здесь нам нельзя на волю мы причиним вред своим семьям но вообще да конечно тут ситуация достаточно патовая не кажется ну допустим никогда не теряй надежду поверь мне я знаю что говорю в ее измученных глазах наполненных страхом ты замечаешь какое-то оживление искру надежды ты ты правда серьезно у кассадора есть посох который управляет дверьми силу помощи ты сможешь выпустить всех нас на волю если каким-то образом сможешь его достать хорошо я освобожу вас когда после будет у меня удачи если же у тебя ничего не выйдет думаю мы еще увидимся боги всемогущие он оставил себастьяна я могу понять зачем ему дети они заложники чтобы вертеть родителями но себастьян я должен был знать на что способен кассадор он разыграл нас как прошивых щенков жалкие 7 отродий этого дьявола не насытят 7 отродий и еще 7 тысячи душ связанных с ними кровью все кто когда-либо доверился мне подпускал ближе невинные души дураки просто те кому не повезло не важно чтобы совершить ритуал мне придется принести всех в жертву ты можешь их спасти а зачем они все равно что мертвы я был уверен что они уже мертвы если их выпустили не устроит невообразимую бойню они страшно голодали им лучше умереть так пусть заодно послужит какой-то цели все не так безнадежно ты ведь выбрался и ты оправился их нынешнее состояние куда хуже моего тогдашнего внутри них ненависть копилась десятилетиями даже вообразить жутко мы должны найти кассадора этому нужно положить конец я просто хочу знать действительно ли ты отпустишь пленников пока не знаю я оцениваю вариант с одной стороны они мой ключ к вечному могуществу и свободе с другой это моя вина что они все тут да кассадор мне приказывал я не может отказаться но теперь-то у меня выбор есть я не сомневаюсь что ты сделаешь правильный выбор я тоже в этом уверен хотя не знаю какой как у него никаких комментариев нету ну ладно а для тебя что лучше зависит от того что будет когда мы встретимся с кассадором но чтобы бросить ему вызов сперва надо его найти все это нехорошо мне это не нравится я просто хочу глотнуть свежего воздуха в последний раз понятном годзо вот ими понятном годзо вот ими можно но он стоп смиять особо нечего интересного вампиры довели ото леди инкогнито наши славные предшественники краткие записи о династии старших вампиров во вратах Балдура ой тут куча фамилий в разные года особо ничего такого интересного из 1276 и по наши дни Кассадор Зар Алочный до этого вот был Велиот безжалостный которого мы тоже встретили а до Велиота была некая Данелла Зар зодчая открывшая термалиновые глубины ну а дальше там уже я думаю прям ничего такого что нам могло бы быть интересно ну погнали может удастся за эту серию все завершить хотя уже второй третий час ночи даже что я вижу неужели это и вправду наш блудный сын что ты сутулишься мальчишка ты что забыл кто ты такой поглядите на него бросил свою семью а теперь приполз обратно ты должен на коленях молить о прощении молить о прощении так так ну давайте промолчим прощение ты никогда ничего не прощаешь любая ошибка любая плотность у тебя кралась наказанием да я стремился к совершенству во всем даже для таких несовершенных творений как ты тем досаднее что ты при всех вложениях вложенных в тебя усилиях ты так и остался никем нет нет гробой я видел тебя и все твои усилия не там часть диалога пропустил а ты так и остался ничтожеством ну нормально давайте снова промолчим мне говорили что ты изменился я не мог в это поверить о неблагодарное дитя не я ли разделил с тобой наш дар бессмертия сделал тебя тем кто ты есть ах ты сукин сын ты прям забыл насколько я могущественен ты думал что все это мешает тебе убить меня это то что я твой творец а ты мое творение ты слаб дитя мое жалкий унец который вечно меня разочаровывал но сегодня ты наконец-таки сможешь принести мне пользу ты сгоришь а я вознесусь ты сгоришь а я вознесусь ты сгоришь а я вознесусь нет останови его освободи меня ты сгоришь а я вознесусь и вознесшегося вампира вы яркий дерись если тебя испичило но я буду становиться все сильнее Ой-ёй Дела-дела Зубоклац какой-то Хренеть Ну, сюда огненный шар полетит, конечно же Сразу же Блин, конечно, Гейл не скоро уходит Что-то тоже плоховато Так, не мешайте мне Готово, отлично Где мои любимые стражи Так, а тут меня уже задеть могут Но выбора нет Повезло Ну, подходите Подходите А, блин, у неё испуг Это же волки О, блин Если она в испуг Впадёт, она очевидно концентрацию Потеряет И, кстати, интересный момент У Астариона есть Статус Компонент ритуала Астарион выведен из строя Для нечестивого ритуала Ему нужна помощь Ладно Так, давайте полечимся Чуть получше стало, да? Так, блин Зачем так близко подходить Непонятно Так, потом Ещё какие-то там волки ходят Зубокладцы тут ходят Так, рывок Значит, он ходить не будет Просто добежит до нас Этот тоже через рывок Очевидно Ага А этот Ухажеку не с гадостью нам сделает Ух, повезло Наш ритуал почти завершён Ощущаешь ли ты его Нечистивую мощь? Да твою мать, а Сейчас ещё вдвоём драться Вдвоём-то намного сложнее, конечно Ох, хохохо Ох, хохо Ох, хохо Через одну атаку, да? Ну, можно попробовать? Раз мне его прям впритык нужно лечить. Так хорошо получилось пролететь через всех. Отлично. Да твою мать, блядь. Ох, повезло. Да отстаньте вы от бедного Гейла. Господи, вы перестали к нему, а? М-м-м. В деле безообразности у него вообще откуда-то еще взялось. Ну, раз он пока атаковать не может, как бы смысла-то за него входить как-то нету. Там только внеочередные атаки ловить. Да емае. Да, опять он мышицы призывает говнюка. Моя Расцендация начинает смерть! Пожалуйста, помоги мне. Плохо-плохо. Плохо-плохо. У-ху-ху-ху-ху-ху. хорош маловато конечно нам восстановили но работаем с тем что есть готова я тебя уничтожу просто вообще следующим ходом я как раз на паралич это закончится столетия плетения кружев все ради нынешнего дня опять пункт пас гейла ударит да моя власть неохватная чувствую себя таким живым давай давай о смысле он астриона убил вот ты тетя сука мы нашли как вот это да блин то есть все это время его надо было бить оказывается я не ожидал что его нужно так быстро победить ну давайте попробуем попробуем отсюда что-нибудь сделать по-моему у нас как раз первый ход еще был у него здоровья конечно еще херить сколько подожди ли он тот самый по которым мы читали главный у него там поставщик так а если он состоянии вот этом эфирном своем я его не могу атаковать превращаясь в облако тумана получая невосприимчивость ко всему немагическому урону это состояние снимается солнечным светом он понятно как бы неудобно тут встали конечно из следующего хода нам нужно на нем сконцентрироваться а а и 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 опять он сразу превратился и 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 могу по чуть-чуть но могу мне бы конечно то восстановить там эти чары свои этих и стражи ну по хорошему если совсем но и атаковать этого хера мне тоже надо но и себя не сгубить до кучи сработало твою мать а ну надеюсь могу биться сейчас сработает это он лупит конечно будь здоров вот это прям вообще до сутки глинать бля ищи паралича Я чувствую, мне сейчас весь этот угол спидят вообще как нефиг делать Но это ГГ уже на самом деле Можно скипать Но я не вытащу Она в параличе, а гейл уже Все Да, давайте скипать Вот сюда попробуем Ну, погнали с самого начала Угу, опять гасится от нас Но я сразу за ним на этом ходе уже побегу Нужно было оружие обработать чем-нибудь таким Ого Сейчас вся эта летучая падаль на меня еще согрится Угу, не только на меня Блин, они шедоу-хард перегородили вообще весь вход Я хотел ее туда пустить Ну, можно рискнуть, конечно Блин, она в страх упала Блин, она в страх упала, ну ладно Ну ладно, она в тех же архиве Ах-ах-ах! Живем. Живем. Да. Сука. Ну, посмотрим, что ты нам сделаешь. Ну, он там все эти игры. Грозные очи кастует. Как же у меня очередная атака? Алло. Ахуеть. Вот это... Здравствуйте вообще. Ну, с Shadowheart в параличей и там с всеми вот этими я уже не вывезу. Да, признаться, бой непростой, конечно. Капец, в ней очередных атак тут сколько, а? Находить-то я почему не могу. Из-за тошноты, но вообще классно. Ещё лучше. Ну, кассадор, конечно, редкостный хуй вообще. Страшно представить, что на высоком уровне сложности он тут творит. Я боюсь, что на высоком уровне сложности он тут творит. Я боюсь, что я за эту серию этот бой уже не затащу точно. Я боюсь, что я за эту серию этот бой уже не затащу точно. Прям точно не затащу. Ну, по сути, это уже всё конец. 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 Он в параличе, поэтому... Что ж, на этом я тогда предлагаю закончить серию, этот бой всё-таки добить следующей серии. Так что благодарю всех за просмотр и до скорой встречи. Всем пока-пока.